Много раз мы вам рассказывали про всем известные фирмы, такие как Nike, Adidas, даже Joma и другие. Это были и футзалки, и сороконожки, и бутсы. Но помимо этих акул спортивного рынка, есть и другие достойные варианты, к примеру, фирма, о которой речь пойдет в этом видео. Всем привет! Вы на канале Soccer Shop, и сейчас вы увидите обзор на достойные сороконожки, которые дадут фору даже Nike и Adidas. Поехали! Итак, перед вами сороконожки фирмы Kelme, под названием Practice. Kelme это испанский бренд, о котором мы давненько, но рассказывали вам в наших видео. Что вот так сходу можно сказать про эти сороконожки? Что модель реально успешная. Да, хотя бы потому, что я обратил на нее внимание и взял их на обзор к нам на канал. Ведь если они меня привлекли, то, несомненно, привлекут и других. Дизайн не сказать, что прям скромный, и разве что расцветка однотонная. Но в целом они внушают какое-то желание их взять и посмотреть, что же из себя представляют эти сороконожки. Именно для этого мы и снимаем для вас ролики, чтобы вы, не выходя из дома, имели представление о товаре. Сороконожки Practice пошиты из искусственных материалов, что вполне норма. И эти материалы как на вид, так и на ощупь достаточно качественные. Поверхность имеет фактуру, которая достаточно цепкая. А на носке еще есть нанесенные полосы какого-то более цепкого вещества. Они вот более темного цвета. Очень напоминает Nike Skin. Эта же система есть и на внутренней, так сказать, ударной стороне. В целом концепт этих сороконожек почему-то мне лично напоминает модель Копа у Adidas, которая тоже имеет похожие выпуклости. Ну или седьмую модель Tempo у Nike. Говорю я конкретно вот про эти продольные бровки, которые прошиты и придают комфорт при ударе. Есть один неизвестный момент, перед которым я бы хотел вам задать один вопрос. Вам когда-нибудь было жарко в пятку? Вот чтобы прям ярко выражено. Ребята зачем-то сделали вентиляцию в зоне пятки. Причем это единственная зона, где она присутствует на поверхности. Есть еще на язычке вентиляция, но вот если уже делать, то хотя бы в нескольких точках, именно вот на поверхности самой обуви, чтобы улучшить вентилируемость пространства. Но как бы на пятке она есть, это вообще не минус, просто немного непонятна цель этой зоны вентиляции. Шнурки у нас с одинарными отверстиями, язычок достаточно плотный и приятный, а внутри у нас что-то напоминающее кожу, что хорошо будет фиксировать ногу в обуви. Переходим к подошве. Напомню, что это сороконожки. И в сороконожках мы имеем амортизацию. Ну конечно же это удобно, это правильно, и я не понимаю, почему до сих пор есть модель у производителей без амортизации. Подошва в каком-то смысле уникальная, с абсолютно рандомными шипами и их направлениями, что поможет быть максимально устойчивым на искусственном, да и натуральном газоне. Но правда кажется, что шипы немного великоваты, что как утяжеляет подошву, так и возможно создаст свои нюансы во время бега, но это нужно тестить. Также минус таких шипов, что в них реально жестко будет забиваться земля, если вы будете бегать где-то по травке. Но земля между шипов, то ладно, вот спрашивается для чего вот эта яма на подошве прямо по центру, это ж сколько грязи туда может забиться и создать вес кирпича на этой подошве. В общем, этот момент остается под вопросом, а вот очень интересно, что вы думаете обо всем этом. Как вам Кельме Прэктис, взяли бы себе или нет? Пишите об этом всем в комментариях под этим видео. Большое спасибо за просмотр, надеюсь этот ролик вам был полезен, поэтому просим вас поставить ему лайк, ну а также подписаться на канал. На этом мы будем с вами прощаться, всем успехов, пока!